Привет, Татьяна! Привет, Андрей! Привет, сябры! Я думаю, что, напевно, большинство, кто хотел сегодня прийти, уже тут все равно нас. Ну, и остальная решта, когда своих блокитных мониторов глядите нас на живую. Привет, можно попляскать в долоне. Артысты гэта любят! Для чего мы тут? Передача освета.тут и она выходит з лета минулого года. Мы сустракаемся с музыками, с мастаками, наведываем разные цикавые мястины городу Менску. И сегодня мы вырешили сделать невеличкое свято для себя, для удельников передачи, и, соответственно, для глядачов, для всех, кто пришел сюда и всех, кто смотрит за нами интернет. Одно, что мы завитали рубрикой освета до компании «Будзьма». Вот там, дорогой, есть баннер «Будзьмы беларусами. Культура паляпшая життё» написана. Вот. И там мы сутыкнулися с разными людьми, были цикавые гутарки, але еще там мы познайомилися с Татьяной, яка опынулась не только представником компании «Будзьмы», которая займается культурой, але и добрым артыстам. И вот, вядома, мы не могли не запросить ее сюда на наш концерт, и я вельми устешный, что у Татьяны отрымалась до нас завитать. Спасибо, Андрей, за запрошение. Спасибо большое, Андрей, за запрошение. Спасибо за то, что вы тут собрались сегодня. Я так заявляюсь представником сегодня, как я называю посланец, представником компании «Будзьмы беларусами». Трошки про «Будзьмы», трошки про себе. «Будзьмы беларусами» наповно уже чули такую компанию. И чем займается компания? Компания займается популяризацией беларуской культуры. Мы организовываем выставы, мы организовываем встречи с поэтами, с музыками. И зараз на нашем сайте з'явился новый проект «Cry by». Может быть, кто-то уже глядил его. И мы запрошаем так само вандрывать разом с нами, разом с чудовным ведоуцем гэтой программы, гэта Павел Харланчук. Так что заходьте на наш сайт, глядзите на вины, читайте. И так само мы хочем запрасить усих да у делу. У гэтым годзе будзе фестываль «Аднак». Фестываль беларускомуна рекламы. Так что мы так само запрашаем усих да у делу. Вот. Ну, сайт будзьма-кропачка Орг. Вот таки пригоджу у нас баннер. Так что заходьте, мы будем рады усім-усім удельникам и импресс, и тем гостям, які заходят на наш сайт. Вот. Ну а зараз от себе трошечки себе представлю. Справа тем, что будзьме, я займаюсь тем, что организовываю, допамагаю организовывать встречи с беларускими паэтами. И я вырошала гэтый год так само праспевать песня мінавіта на беларускіх паэтаў, а не на свае верши. Я пачну з моей найлюбимейшой паэтки, паэтки Ёугені Янішец, якая дарайшу гэтым годзе, можна так сказаць, святкуе, вось 65 год. Я записываю зараз альбом, але праспеваю зараз одну песню, якая называецца «Мова». Гэта той матарьял, без якога мы не можам никуды не могуць ни паэты, ни музыкі беларускі кудысь ці падзецца. Гэта сакральны инструмент, сакральны матарьял. Ну вось так бачила ёгені Янішець мову і гэтый верш прасвечены Нилу Гелевич. Я чую твою жароковую музыку на скошенных травах мороженых. Мова, як солнце моё беларускайе, ты светишся словом кожным. Тебе і заворвали, і закопали, ти пісеш наші протки прасвора. Я несли до нас тебе Родную теплую живую і неполторную. І коли ти мене тільки покликаєш, помру за тебе. Без Йенку ношу я любовь до тебе великую у серці своїм маленьким. Мова, як солнце моє зі 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 аз. Зараз я пазнайомлю ішчы раз. Зараз ми запросьєм цыдаўаха паэта, паэта лятуцінніка Максима Богдановича І ён працтавіць нам свою паэзію И эта версия «Тёплый вечер» 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 «Тёплый вечер» И эта версия «Тёплый вечер» И эта версия «Тёплый вечер» «Тёплый вечер» «Тёплый вечер» «Тёплый вечер» «Тёплый вечер»